И тем не менее, террорист-смертник тоже цитирует Коран, говоря, что те, кто умирают, сражаясь во имя Бога, становятся мучениками и получают награду в раю. И это борьба во имя Бога? И это тоже? Но когда насилие выходит за рамки борьбы палестинцев, жертвами трагедии 11 сентября в Соединенных Штатах и взрывов в Великобритании 7 июля стали тысячи людей, в том числе и мусульман. Здесь то же самое, что американцы насаждают в мире. Это следствие великой несправедливости по отношению к обычным людям. Америка нападает на них. То же самое касается Великобритании, которая оккупировала многие арабские и мусульманские страны. Скольких людей убили и казнили британца за все время. Здесь, в Иране, как и во всех остальных странах мусульманского мира, гнев выходит за пределы Палестины, которую считают черной страницей в истории многолетнего унижения со стороны христианского Запада и его союзников. У этих людей есть мощный текст, который, возможно, не точен и искажен, но подкреплен чувством несправедливости и яркими вспышками наследственной памяти. Это сетывание по многовековой истории падения власти и престижа мусульман. И ответственность за это, по их мнению, лежит на христианском Западе. Речь идет о времени, когда империалистические европейские страны поделили между собой Ближний Восток, насаждая западные законы, западные ценности и даже западную одежду. Это оправдывает сегодняшний материал об экономическом спаде и автократическом мусульманском правительстве с рассказами о краже нефти, коррумпированных президентах и королях от Шаха Ирана до Саддама Хусейна, пользующихся поддержкой Запада вопреки воле собственного народа. Но когда эти лидеры перестают быть полезными, их свергают, как случилось с Аддамом Хусейном. Чем ближе к настоящему, тем более жестоким и болезненным становится их повествование. Поражение за поражением по вине Запада и других государств, зависимых от него. Афганистан и, опять же, Ирак – это последние главы. И это рассматривается не как освобождение, а как оккупация и унижение. Никто не извлекает большей выгоды из этого текста, чем упертые духовные лица, исповедующие фундаменталистский ислам. В массовых убийствах, которые происходят в наши дни, проливается исключительно кровь мусульман. В Чечне, Кашмире, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Палестине, а также на Кипре, в Эфиопии и Сомали, везде гибнут мусульмане. Наша кровь заливает практически весь мир. Гнев растет, общая атмосфера накаляется, и голоса тех, кто считает, что в Коране говорится о мире терпимости, заглушаются голосами тех, кто воспринимает предписание Корана иначе. Мы должны объявить, что мы, дети имама Али, эмира верующих, и где бы мы ни находились, мы восстанем против врагов ислама. Мы никогда не сдадимся этим нечестным людям. Никогда. Смерть Америки! Смерть Израилу! Смерть Великобритании! О, Боже! Отсеки нечистые руки Америки и Израиля! Ослабь Америку, Израиль и Великобританию! Но среди всех этих разговоров о внешних врагах выделяется один щекотливый момент. Было немало периодов в истории, когда мусульмане убивали больше своих собратьев по вере, чем крестьяне и иудеи. Ирак, 2005 год. Мусульмане против мусульман. После смерти пророка, примерно полторы тысячи лет назад, в исламе появилось два четко разделенных течения – сунниты и шииты, которые добивались возможности называться правящей религией. Разделение ислама В Коране говорится, что разнообразие языков и цветов – это одно из чудес божественного создания. Аллах не отдает предпочтение одной расе, племени или народу перед всеми другими. Он не станет больше уважать идеи, предложенные людьми высокого класса или положения. Самый благородный из вас перед Аллахом – самый благочестивый. Это послание придает бедным рабочим и крестьянам достоинство. Им не нужны священники или раввины, чтобы понять Божье послание. Ведь, как написано в Коране, мы ведь облегчили его на твоем языке. Любая хижина, поле или улица подойдет для молитвы ему. И он всегда рядом с вами. Как говорится в Коране, Бог ближе к вам, чем шейная артерия. И когда человек молится, он чувствует, что говорит прямо с ним. Молитва дает ощущение, которое нельзя передать. Это невозможно представить. Возникает ощущение, что ты на руках у Бога, на руках у того, кого ты любишь. Ведь ты молишься не потому, что тебе нужно молиться, и не потому, что ты его боишься. Ты делаешь это потому, что ты его любишь. Не важно, молишься ли ты в одиночестве или вместе с другими людьми, у тебя возникают личные отношения с самим Богом. И так происходит со всеми. Это суть послания Корана и основа веры суннитов. А сунниты образуют большинство, примерно 85% всех мусульман мира. Но Бога, которому они молятся, нельзя описывать человеческим языком и нельзя представлять в какой-либо художественной форме. Это считается идолопоклонством. Но порой люди жаждут веры, которую можно потрогать и почувствовать. Им нужна драма, музыка, обряды и великие истории о жертвоприношениях, боли, мученичестве и искуплении. Им нужен кто-то, кому бы они могли молиться. Кто-то в облике человека. Шиитский ислам удовлетворяет эти потребности. И здесь, в Иране, почти все верующие шииты. В этом святом городе, в Гоме, проводят торжественную церемонию в память об убийстве Али, зятя пророка. Шииты верят, что Али и его потомки, имамы, были избраны Богом и должны возглавлять мусульманское сообщество. Но из поколения в поколение имамов одного за другим убивали. Иранский город Мешхет был возведен вокруг великолепной гробницы имама Аль-Реза, восьмого имама, отравленного в 818 году. Переходя улицу, люди останавливаются, чтобы почтить священную память этого умершего святого. Паломники-шииты приезжают в Мешхет со всего мира и привозят подарки и подношения. Они молятся имаму Аль-Реза, так же, как римские католики и православные молятся своим святым и просят их помочь и направить их, совершить чудесное исцеление. Если у вас разбитое сердце, вы можете обратиться со своими проблемами к имаму Аль-Реза, и он прислушается к вашим молитвам. Он поможет вам облегчить душу и поднимет вам дух. Но в Коране четко говорится, что все молитвы должны быть обращены к Богу. Если вы хотите обратиться к Богу, вы должны сначала поговорить с имамом, чтобы он был вашим посредником. Если вы будете поступать так, Бог быстрее откликнется на вашу просьбу. Во всяком случае, так нам объяснили. Вот из-за такого отношения число суннитов растет. Когда мусульмане молятся у могил умерших святых, они переступают через этот строгий принцип ислама. В Коране четко говорится, что это грех. Этот имам Аль-Реза был великим человеком, но он умер. Мертвые не могут никому помочь. Только Бог бессмертен. Не могу сказать, что я хожу к имаму Аль-Реза, чтобы он решил мои проблемы. Речь идет о том, что если я хочу попросить Бога о чем-то, но у меня недостаточно высокое положение, я беру имам Аль-Реза посредники, чтобы он, а он очень близок к Богу, попросил Всевышнего сжалиться надо мной. Великий Айетала говорит из своего частного офиса в центре иранского города Гом. Здесь особенно чувствуется, как различия между шиитами и суннитами повторяют раскол католиков и протестантов. Помимо поклонения святым, святой город Гом с его аэталами и великими аэталами, юрисконсультами, мечетями и семинариями, это во многих отношениях шиитский Ватикан. Люди приезжают сюда, чтобы заплатить десятину и найти ответы на вопросы, которые они не могут решить, читая Коран. И великий Айетала Саней готов принять дневную квоту письменных жалоб. Сначала идут проблемы в семье. Этот мужчина вступил в брак, скрыв, что он бесплоден. Он не сказал, что не может иметь детей. Если бы его жена знала о его состоянии, она никогда бы не вышла за него замуж. Учитывая все это, может ли она аннулировать брак и потребовать развода? Да, она может аннулировать брак. Само по себе бесплодие не является помехой браку. Но в данном случае имел место обман. Брачный контракт был основан на предположении, что супруги здоровы. Этот же принцип действует в отношении девственности. Да, все именно так. Я прав, господин Хай? Но господин Хай спрашивает, справедливо ли предполагать обман. С его точки зрения, проблема могла выявиться только после свадьбы. Но великий Айетала не согласен. Он скрыл свой изъян. Для меня очевидно, что здесь речь идет об обмане. Куран выступает категорически против духовенства. В 31 стихе 9 главы категорично говорится, одна из проблем иудеев и христиан состояла в том, что взяли своих раввинов, монахов и священников за господ, помимо Бога. Нам не нужны посредники. Зачем нам ходатай? И у меня, и у вас есть полное право молиться и самим общаться с Всевышним. И сунниты, и шииты отстаивают свое право называться правящей религией у мусульман. Но они сильно отличаются друг от друга с точки зрения того, как они относятся к Богу и Корану. Это причина кровавого конфликта, длящегося полторы тысячи лет, в котором шиитскому меньшинству доставалась роль неудачников. Эти мальчишки оплакивают Али, мученика, основавшего их религию и долгую историю массовых убийств, в результате которых по вине правящего суннитского большинства погибли тысячи шиитов. Но кроме этого, есть еще одно важное течение, которое выше всех этих делений. Оно объединяет последователей обеих традиций. Это суфизм. Сотни миллионов мусульман являются суфиями. Они верят, что Коран обращается прямо к их сердцам. Коран очень простая книга. Бог не стал делать его слишком сложным. В нем рассказываются истории из жизни. Вам не нужны ученые, чтобы его понять. Посмотрите на индусов. Они не говорят по-арабски. Или посмотрите на турков. Они тоже не говорят по-арабски. Персы тоже не говорят по-арабски. Они просто учат Коран наизусть, и когда они его запоминают, им кажется, что они его понимают. Он проникает в сердца без перевода. Точно так же, как сунниты, суфии считают, что они напрямую общаются с Богом. Но кроме этого, они придерживаются идеи о всепоглощающей любви. Когда человек произносит слово «Аллах», у него возникает то самое чувство, та самая страсть и любовь. Человек связан с теми, кого любит. Люди должны вырезать имя Бога в своих сердцах точно так же, как они вырезают фигуры из камня. Но нельзя вырезать имя Бога в сердце при помощи долота и молотка. Его вырезают, постоянно повторяя его имя. Поэтому люди произносят слово «Аллах». Оно должно идти из глубины сердца, а не просто изо рта. Приверженцы суфийского ордена Мехлеви здесь, в Стамбуле, передают страсть и любовь к Всевышнему через музыку и танцы. Этому ритуалу 700 лет. Он изобилует символами – черными мантиями, представляющими могилу, высокими коричневыми шапками, символизирующими могильные камни. А сам танец с постоянно возрастающим ритмом обозначает мистическое путешествие, во время которого любовь усиливается, эго исчезает, а верующие становятся все ближе и ближе к Всевышнему. Некоторые суфии верят, что этот танец представлен в Коране в виде витиеватых орнаментов, которые присутствовали во многих ранних версиях текста. И он напрямую связан с главным ритуалом ислама – массовым обходом священного камня Кааба в Мекке. Но люди, стоящие сегодня у власти в Мекке, считают все религиозные обряды приверженцев суфийского ордена Мехлеви – музыку, танцы, свободное общение мужчин и женщин в неформальной обстановке – кощунством. Люди, поддерживающие короля Абдуллу, главу Саудовской Аравии, мусульмане – сунниты. Но они сильно отошли от суннитского идеала прямых личных отношений с Богом. У духовенства в Саудовской Аравии есть иерархия. Правящая религия здесь – форма ваххабитского ислама, которая находит поддержку лишь у меньшинства мусульман. Всех, кого улечили в мужеложестве, убивают. Обоим мужчинам отсекают голову мечом. Затем их тела помещают на гроб, а гроб сжигают. Фалуджи и джихад – это предмет гордости. Врагу нужно перерезать горло и разбить череп. Таков путь к победе, шахаде и жертвоприношению. В их руках находится религиозный центр ислама и огромное количество нефтедолларов. Благодаря этому они смогли навязать свое строгое, суровое, узкое, ограниченное, сеющее распри толкование ислама во всем мусульманском и мировом сообществе. И для всех нас это стало страшной трагедией. Ваххабиты Саудовской Аравии воспитали движение Талибан и допустили разрушение одного из самых древних памятников в мире – великолепных статуй Будды в Афганистане. Усама бен Ладен был воспитан в духе ваххабистов. 15 из 19 террористов, виновных в трагедии 11 сентября, были родом из Саудовской Аравии. Как утверждают, за последние 20 лет или около того, правительство Саудовской Аравии потратило более 100 миллиардов долларов Соединенных Штатов на пропаганду своей версии ислама во всем мире. А также на новые мечети и медресе, на мусульманских учителей, имамов, школьные учебники и литературу. И все они объединены ваххабитской программой. Субтитры создавал DimaTorzok